Сегодня в Московской области началась основная фаза учений корпуса сил СНГ, в которых, напомним, принимает участие и поисково-спасательный отряд МЧС Узбекистана. Все поставленные задачи наши спасатели выполнили качественно и оперативно, получив высокую оценку международных экспертов. С места событий сообщает Мурат Садыков. Согласно легенде учений, в одном из подмосковных городов произошло разрушительное землетрясение. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приглашены поисково-спасательные отряды сил корпуса СНГ, в их числе и команда спасателей МЧС Узбекистана. В результате условного землетрясения на химическом заводе произошла утечка опасного вещества. Задача узбекистанских спасателей – эвакуировать пострадавших из опасной зоны. В дело вступили специалисты химической и биологической защиты МЧС Узбекистана. Все согласно инструкции. Помечена опасная территория, а после начались поисково-спасательные работы. Ребята действовали оперативно, слаженно и квалифицированно. В результате задача выполнена отлично. Работы на участке 2, день закончены. А вот следующий эпизод. Поступила информация о том, что в водоем съехала машина. Разумеется, ситуация условная. Водолазы МЧС Узбекистана буквально в считанные минуты подняли тела погибших на поверхность. А это уже следующий объект. Землетрясение разрушило жилое здание под обломками люди. Для поиска пострадавших задействованы кинологические расчеты. Уже в течение трех минут под завалами найден первый пострадавший. Ему оказана экстренная медпомощь, после чего он был транспортирован в больницу. Спустя еще три минуты кинологи обнаружили второго человека. А это уже разбор завалов с применением аварийно-спасательной техники. В ход пошли отбойный молоток, расширители, кусачки и другие инструменты, которыми оснащена многофункциональная спасательная машина МЧС Узбекистана. Работа с бетоном задача непростая, однако и с ней ребята справились великолепно. Из-под разрухи спасено 14 человек. И таких объектов было еще два, где спасатели доставали пострадавших из поврежденных зданий. По соседству аналогичные задачи выполняют поисково-спасательные отряды из Белоруссии, Казахстана, России и других стран. Совместные учения корпуса сил СНГ продолжаются. Продолжение следует...